Дворец культуры профсоюза встретил гостей и участников смотра конкурса любительского творчества «Берастея за Прошая» выставкой авторских работ первичной профсоюзной организации ремесленников Брестской области. А еще удивительной атмосферой искусства. Данный конкурс является любительского творчества и поют не профессионалы, поют любители, обычные труженики. Это может быть уборщица, дворник, слесарь, сантехник, кто угодно. То есть заявить о своем таланте, желании петь, танцевать, есть каждый работающий и член профсоюза, может на этой сцене. В нынешнем году на конкурс подано 70 заявок. Финал жюри отобрало 28 номеров в четырех основных направлениях – хоровое и вокальное пение, инструментальное и хореографическое искусство. Нам хотелось, чтобы он был ярче, чтобы появлялись новые имена. Ведь в городе Бресте очень много талантливых людей, и они практически все члены профсоюза. А здесь выставляются, мне так кажется, что по остаточному методу отбора как такового нет. Это все делается в последний момент, и надо выставить какую-то организацию, поэтому немножко это в этом плане огорчает. Пока на сцене одни артисты борются за внимание жюри и заветные баллы, другие только готовятся выйти под свет софитов. Для вокального ансамбля средней школы номер 18 – это дебютное выступление. Два учителя начальных классов и педагог по физической культуре любят совмещать трудовые будни и творчество. Если есть желание, можно найти каждую одну секундочку, одну минуточку, но можно найти то, что лежит в душе. Танцевать, петь. Нам с девочками очень повезло, потому что сегодня мы можем выступать на таком мероприятии, и все-таки, как сказали, из 80 выбрали именно нас. Нам очень приятно. Для одних участников этот проект – очередное подтверждение своих творческих способностей. Для других – первые шаги на большой сцене. Творчество – это часть нашей жизни, и поэтому… Без этого никак. Оно вдохновляет, оно заставляет двигаться вперед в нашей жизненной рутине, правда? Да, да. Поэтому оно окрыляет, и у нас хватает на это время. Для нас это вот каждый раз определенная ступенька в своем развитии, потому что, конечно же, зная, что «Берастея запрошаю» пройдет весной очередного года, мы все готовимся, готовим свою программу. Проходит несколько туров. Сначала отборочный тур, много коллективов заявляется. Это, наверное, очень хорошо, потому что стимулирует людей, творческие коллективы, люди, все работники предприятий, организации города. И, наверное, какая-то задача к тому, чтобы этот праздник состоялся, подготовиться самым наилучшим образом, ну и показать, на что мы способны, ну и, конечно же, других посмотреть. Вместе с тем в 2019 году финал «Берастеи» пройдет в необычном формате. Конкурсанты выступят в сопровождении Брестского городского духового оркестра, чтобы у настоящего творчества появился стимул. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.